ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти В январе-феврале этого года в Кировской области резко, почти на 80%, выросло число пострадавших в авариях детей пассажиров. Речь идет по данным регионального управления ГИБДД о 16 несовершеннолетних. К счастью, никто из юных пассажиров не погиб. В основном причинами этих дорожных происшествий стали несоблюдение очередности проезда, выезд на встречку и неправильный обгон. ТРАССА СТО ОДИН Оказывается, утилизационный сбор для автопроизводителей с началом 2018 года не вырос. Вырастет он, сообщает российская газета, в конце марта. Данный налог, напомню, призван сдерживать импорт транспортных средств, так как отечественные автозаводы получают от государства субсидии. Увеличение сбора однозначно приведет к росту цен на машины. По мнению специалистов, особенно это будет заметно в сегменте авто среднего класса и сегменте легкого коммерческого транспорта, произведенного за рубежом. ТРАССА СТО ОДИН В конце марта Тойота представит следующее поколение RAV4. Информации о новинке пока немного, но ясно, что внешность кроссовера существенно изменится, в частности, за счет массивной решетки радиатора и другой оптики. Платформа у машины будет та же, что и у актуальных версий Camry, CHR и Prius. Добавлю, что Тойота RAV4 входит в тройку самых покупаемых в России новых внедорожников. Минимальное авто сейчас 1 млн 449 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Еще один кроссовер марки Renault появится в продаже в нашей стране в начале 2019 года, а показана впервые машина будет на московском автосалоне в августе 2018-го. Как выразился представитель альянса Renault-Nissan, авто по размерам будет сопоставимо с Duster, но выглядеть оно будет более изысканно, цена, соответственно, более высокая. Целевая аудитория новинки – молодежь. Почти 80% автомобилистов, опрошенных агентством Автостад, не собираются менять машину в нынешнем году. Сделает это, соответственно, каждый пятый респондент. Немного тех, кто купит еще один автомобиль. Что касается ценника авто, то тут самым востребованным оказался вариант до 500 тысяч рублей. Большинство желающих сменить колеса возьмут кредит. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.